Первый раз свои стихи в интернете я опубликовала именно на стихиру эмоции. Штарма, шквал, качели. Какая жизнь! Если в редакции юности заглянуть в замочную скважину, там будет чётко виден портрет Евгения Рейна. Ты стоишь в душе, и ты понимаешь, вот она мысль. И вот тут я почувствовала такой катарсис. И зрители рядом сидят, и никто не знает, что ты автор. Это вообще же... Как у тебя с вредными привычками? Куришь, пьёшь? Ишь-почмак, да? Ишь-почмак. Даже лекс-то вела. Ты прям как поэт себя ведёшь сейчас, я говорю. А как кто-то ещё должна себя вести. Доброго времени, дорогие друзья! С вами Лид Клуб ТВ и я, Стефания Данилова. Сегодня у нас на студии девушка, которая буквально бьётся током своей неподражаемой солнечной энергии. Встречаем Алена Синица! Есть время, пока не придёт электричка. Москва, Шаховская, 6-23. Затёртая станция, сверху табличка. Манихина, Троицкая, Снегири. Из тамбура лезет подвыпивший дядя. И тыщет в лицо мне журнал «Крокодил». Напротив огромная тётя в помаде. Сынок её рядом, конечно, дебил. Я сяду в вагон номер 6 у окошка, рассадой, зажатая в самом углу. Пусть едет со мной молодая картошка. В 2020 каком-то году картошку посадит в садо-огороде. Какой-нибудь старенький дед Бродобрей. И будет она в тишине на природе. Расти без серьёзных и взрослых людей. Есть время, пока не придёт электричка. Москва, Шаховская, уже на путях. Но всех без билетных и бедных птичек кондукторы высадят в Снегирях. Алена, привет! Привет, Стеф! Ты прямо солнышко сегодня. Это твой любимый цвет? Ну, у меня несколько есть разных любимых цветов. Но жёлтый один из них, да. Ты сегодня всех пришла зарядить, как лимон, как цитрус. Отлично! Сегодня мы всех взбодрим. Говорят, что об тебя на сцене действительно можно получить электрический разряд. Я изучала о тебе материалы, отзывы. Ты об этом и сама пишешь в своём инстаграме, в соцсетях. А расскажи, какие ещё необычные отзывы о своей подаче и энергетике ты встречала? Ещё мне говорили, и не раз говорили, что можно зарядить мной атомную электростанцию. Такие вот вещи я себе слышала. Ну и вообще, ещё меня называли Маяковским в юбке. Вот это самый, наверное, приятный для меня был комплимент. Это было в Москве. Где-то после выступлений на Китай-городе я вышла, и там люди курили. Они такие, ну это Маяковский в юбке. А тебе это было приятно или как? Мне было это приятно, потому что, в принципе, Владимир Маяковский близкий для меня поэт. Вот именно по этой причине. Ага, именно он. Я думала, что Филатов тебе близок. Помню один такой большой пост газеты после победы на знаменитом Филатов-фесте. Поехала на могилу Филатова. Тогда тебе дали ещё такой приз в виде гвоздя. Расскажи подробнее эту историю. Я помню, это прекрасный был пост. Давай всем её расскажем. Да, была такая история. Вот в 2016 году я победила Филатов-фесте. И после этого, я не помню, как прошла ночь, где я была. Где-то в Москве тоже. И утром я решила, то есть я ехала в метро, уже ехала домой. То есть мы всю ночь праздновали, веселились с ребятами. Нас выгнали. Это было в театре Содружества актёров Таганки. Нас оттуда выгоняли. То есть мы не хотели уходить. Все нас выгнали. Сказали, театр закрывается, ребята, выходите. Мы оттуда вышли. Ночь прошла как-то весело. И утром я уже ехала в метро. Я уже понимаю, спать гвоздь весит там 2 тонны. Он у меня в рюкзаке. Я думаю, ну пора выспаться уже. Но в итоге я где-то на Таганске или где-то... Ну вот я ехала по фиолетовой ветке. И я такая, о, здесь же кладбище рядом. Пойду-ка я на кладбище к Филатову. Вот. И я вышла, в общем, дошла до кладбища. Я перепутала. Я думала, что Филатов похоронен на Новодевичьем кладбище. И сначала я пришла на Новодевичье. Но вместо Филатова я увидела могилу Булгакова. Там стоял какой-то мужчина. Он мне спросил дорогу. Я ему ответила. Мы разговорились. Оказалось, что он уже 30 лет живет в Америке. Это какой-то американец. И вот он приехал сегодня специально в Москву, чтобы вот походить по... В общем, разным местам и посмотреть могилы разных людей. И мы с ним пошли в могилу Булгакова пешком на другое кладбище, как раз к Филатову. Однако. Да, но мы так решили прогуляться, вот. Я еще помню строку из этого поста. Заряжали в подвале у гробовщиков. Вот почему-то помню. У тебя такая драматургичная, кинематографичная опроза, даже на твоих постах. У меня на это встроен некий радар. Хороший текст, он легко запоминается. Плохие тексты я не запоминаю. Ты говоришь, вот площади выступала, говорят эти Маяковские в юбке, там победа вот в этом вот филатом, в фесте. Скажи, ты пробовала когда-нибудь прочитать свое произведение спокойно, не пытаясь при этом поджечь зал? Да, у меня есть такой опыт, но он относится к прозе, которую я тоже пишу, и к театру, конечно. Если у нас речь идет о театре и драматургическом тексте, то на сцене, если ты актер и ты исполняешь какой-то чужой текст, то ты можешь исполнять его совершенно по-другому. У меня такая манера исполнения связана конкретно вот с моими текстами. То есть, если я исполняю свой текст, я исполняю его так. Если я читаю какого-нибудь Бродского, я, конечно, не буду его читать, как Алена Синица. Я прочту его, ну вот так, посчитая нужным, так как мне кажется, что вот этот текст звучит. Это зависит все от конкретных обстоятельств, и мне еще кажется, что поэзия немножко... В ней есть такой стендап-момент. Можно стоп? И мне еще кажется, что... Фу. И мне еще кажется, что поэзия немножко напоминает стендап, и в моем случае это стендап с роком таким. Поэтому, конечно, когда ты выходишь на сцену во время стендапа, ты стараешься как-то зрителя зацепить своей энергией. И вот тут немножко как будто похожий момент есть. Ну, в поэзии, мне кажется, в музыке есть такой, ну и вообще везде. По поводу поэзии и стендапа. Насколько я знаю, у тебя недавно был какой-то тур по городам. Что-то тур поэты в электричках. Расскажи подробнее, пожалуйста. Ты ехала туда одна или с друзьями? Сколько на вас пришло? В каких городах? Расскажи подробнее. Да, у нас было 4 поэта. Мы выступали... Это было, по-моему, полтора года назад. У нас был Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Саранск, Ярославль и еще вот какие-то города. Я просто не все помню. Вроде бы все или еще что-то. Ну, мы с ребятами решили сделать такой тур. Поехали все вместе туда. В общем, сами организовали себе концерты полностью. Ну, где-то у нас были знакомые, и поэтому как бы нам было легко относительно. Где-то нам приходилось трудно, например, в Воронеже, потому что в Воронеже ни у кого из нас не было знакомых на тот момент. И мы просто не знали, кто на нас придет. Мы приехали в Воронеж, ходили в Воронеж и думали, кто же придет на наше выступление. В общем, и там немножко были проблемы с площадкой. Мы думали, что мы выступаем в зале, но оказалось, что мы выступаем не в зале, а рядом с залом. Там была такая странная, такая как бы коморка. Ну, она была большая, но коморка. И вот в этом зале, который был рядом с нами, там было мероприятие для одиннадцатиклассников. Им просто включали музыку, и они такие веселились, стыц-сты. А мы читали поэзию рядом, и мы пытались перекричать вот этот трэш. Да, мы вот это все перекрикивали. И люди пришли в Воронеже, они нас нашли как-то, они пришли. Это, конечно, история была очень забавная. Но это был классный тур, потому что мы ездили осенью, сейчас был ковид, и вот эти все ограничения. Один концерт нам отменили в Ярославле, потому что уже были ковидные ограничения. Вот такой вот был экспириенс, опыт. Но было классно, мы передвигались в основном на поездах. Простых путей ты не ищешь. Слушай, вот немножечко, вот я сейчас вот задам вопрос, который, наверное, тебя уже очень сильно бесит. Синица, это настоящая фамилия? Да, этот вопрос мне задают все время, я к нему уже привыкла. Я не оригинальна, но я не могла не, потому что лично как бы я тоже такая же жертва, потому что все считают своим долгом спросить, а Стефани, это настоящий им или псевдоним? А я думала про фамилию, то есть, а, Стефани спрашивают. Да, фамилия у меня вполне простая, ты как раз прославилась фамилией. И я знаю очень забавный случай про то, как твою фамилию перепутали с другой птицей. Можешь рассказать подробнее, что там произошло? Да, был такой случай, недавно я выступала, и подходит ко мне двое людей, там один режиссер и еще кто-то, вот они такие, Алена, Алена, нам так понравились ваши стихи, мы вбили в вас в гугли и найти не можем вообще ничего о вас. Я такая, то я говорю, а вы что вы вбиваете? Они такие, мы вбиваем Алена Снегирь. Красная, это просто пять. Я говорю, Алена, они мне такие, Алена Снегирь, конечно, сколько, что же еще? Вот, но с фамилией тоже такая история интересная, да, это настоящая фамилия, и часто меня об этом спрашивают, реально ли она настоящая. Все коверкают Синицына, ну и прочие вот эти у нас русские фамилии, они Ова, там вот эти Ина, то есть вот эти окончания пытаются все время как бы дописать, доделать. Руссифицируют твою фамилию, не верят, что это настоящий птиц, потому что очень много авторов, которые вместо фамилии берут Ветер, Отпустите, Наизусть, или там рысь, лиса, и есть действительно люди, у которых это настоящие какие-то тотемные двери. Кстати, вот если это твоя фамилия, это же не обязательно, что это твоя тотемная птица, верно? Или у тебя с синицами какие-то отношения особые есть? Я думаю, что какие-то отношения точно есть, я просто не знаю, какие, но вот... Лично, какие-то есть, но я не знаю, какие. Но у меня было знакомство с Евгением Рейном в прошлом летом, я наконец с ним познакомилась, была очень рада, и он оценивал там мои стихи или что-то, и он такой, значит, Рейн сидел такой вот, как в своем вот этом репертуаре, он, значит, читал подборку, потом, как вас зовут? Я говорю, Алёна Синица. Он такой, Синица? Синица, это хорошая фамилия, никогда не меняйте свою фамилию. Вот, я когда услышала, собственно, эти слова от Рейна, я такая, вот, это знак. Теперь никогда. И будущий муж, он такой, ну всё, теперь... Нужно просто искать человека с фамилией Синица, и всё. Ну, это или Снегирь. Ну, да. Ну, вообще сейчас изменять фамилию необязательно, особенно если имя является устоявшимся брендом, то есть безотносительно. У нас тут шоу всё-таки не про личную жизнь, да, но в целом ты согласна с тем, что когда творческая, медийная личность женится или выходит замуж... Нет, получается, выходит замуж. И то, и другое. Ну, можно и жениться. А, фамилию можно и так, и так менять, да. То, а, можно же сменить фамилию в паспорте, чтобы об этом никто не узнал, а для всех остаться со своей фамилией, то есть, сделав свою девичью фамилию псевдонимом. Вообще, наверное, это можно всё сделать, но я думаю, что фамилия – это что-то, что вот мы сами себя как бы определяем, это часть личности. Например, Синица – это часть моей личности, это и есть моя личность. И поэтому... Меня многие даже Аленой не называют, называют просто Синица. Ну, то есть, это какой-то даже топоним, если можно так сказать. Вот. Поэтому я думаю, что это вопрос у каждого, разное отношение к этому. Думаю, что надо быть самим собой. Вот. И именно то, что ты всегда проявляешь сама себя, привело тебя к известности. Как известно нам всем, яркость и медийность часто идут рука кубруку. Это вполне себе твой случай. У тебя прокаченные соцсети, хорошая статистика, тобой интересуются, у тебя есть фанаты, поклонники и так далее. Вот ты можешь определить, с какого момента шасси твоей популярности оторвалось от взлётной полосы? Угу. Я, во-первых, хотела сказать, что первый раз свои стихи в интернете я опубликовала именно на стихи.ру. Ого! Вот такой был момент. Да, я даже помню, туда-то был 9 июля 2013 года. То есть, конечно, уже кто-то читал мои, где-то знал у меня какие-то стихи мои читал. Но у меня не было паблика ни ВКонтакте, ничего ещё. Я ВКонтакте даже не публиковала. Вот. И я подумала, где бы мне вот опубликоваться? И вот первое, что вот я такой стихирую, думаю, там какой-то вот код, да, вот этот авторский присваивает тексту. То есть, это прям здорово. Я помню, как у меня дрожали руки, когда я выкладываю первое стихотворение, и там сразу кто-то это начал читать. И я такая, ой-ой-ой. Ну, то есть, там прям сразу на этом сайте автоматически тебя начинают читать, и ты такой, ого-ого. Ну, то есть, это вот для автора, который вообще нигде никогда не был, да, и вот он первый раз публикует. Для него это прям... Ну, вот, наверное, про шасси я, наверное, даже не знаю. Мне кажется, вообще, это такое понятие довольно сложное. Ну, то есть, вот эта популярность и всё такое. Наверное, тут для меня важную роль играет не сама популярность, а то, когда я поняла, что я занимаюсь своим делом, и я иду в нужном направлении. Это когда я просыпаюсь, я проснулась с утра, и я поняла, что вот всё, и сегодня я я, и сегодня я человек, который понял примерно, кто я и в каком мне направлении двигаться. Вот это для меня было, ну, гораздо важнее. Наверное, такие моменты со мной начали происходить, когда я начала в том числе участвовать в каких-то фестивалях, и Филатов Фест это подтолкнул, и после Филатов Фесте я играла в Театре поэтов. У нас был замечательный спектакль «Площадь революции». Не знаю, видела ты, может, слышала. Не знаю, конечно, да. Это был потрясающий спектакль, в котором были и наши стихи, и стихи поэтов Серебряного века. Мы играли его и в Сочи, и в Прагу ездили его играть. Вот, и там принимал участие Сергей Летов, который брат Егора Летова. И вообще вот именно вот этот момент, когда мы зачитали в себе и музыку, и поэзию, и какие-то эксперименты, и вот это счастье, когда мы играли, мы три года играли в театре, ЦДР, Центр драматургии и режиссура. И вот эти три года для меня, вот этих репетиций, вот этого определенного... Мандража, буража. Да, да, определенного момента, когда ты выходишь на сцену, ты, конечно, когда в театре играешь, ты выходишь, ты еще не знаешь, сколько людей сидит в зале, и это всегда вот включается свет, и только ты вот в этот момент видишь глаза зрителя. Это немножко отличается от поэтических выступлений, где вот зритель перед тобой, вот он сидит, там пьет чай, тебя слушает, ты его видишь примерно, вот. Но в театре немножко по-другому, там есть какая-то определенная своя магия, и вот именно вот этот момент, вот эти три года, и вот этого спектакля, они мне дали, это тут, наверное, ощущение, что я дома. Что ты все делаешь правильно, что ты на своем месте. А какой был самый большой зал, перед которым тебе доводилось выступать? Ой, это было... У меня даже мурашка, когда я сейчас услышала это, это было в Сочи. Мы выступали на Всемирном фестивале молодежи в 2000, по-моему, в 2017 году. В 2017 году была там. Да, ты тоже там была? Да. Вот. И там много кто был, вот из каких-то знакомых, вот из литературных кругов. Мы там играли спектакль на площадке Ледовый куб, там было тысяча с чем-то мест. И пришло примерно тысяча человек. То есть стадион. У нас были такие микрофоны, петлички, да, соответственно, когда ты что-то вздыхал или говорил, звук расходился на огромный стадион. И мы вообще старались за кулисами умомщать, не дышать просто. Причем поэты, это люди не очень организованные. Я все время, все время поэтам делала замечательно за кулисами, потому что я все время на дисциплину там у нас была. Не хлопай ресницами, а то взлетать начинаешь, да? Да, да, да. С нами был Стив Бургуниц, он тогда с нами играл в спектакль, и у него все время вот эта вот жестикуляция такая, вот он все время там что-то... Я говорю, Стив, стой, не дыши. Точнее, дыши, но тихо. Вот. И мы вышли, и я помню, я исполняла свой стих под музыку с рок-гитарой. И после того, как я его исполнила, раздались... Ну вот когда мы на спектакле играем, не всегда во время спектакля, конечно, зрители хлопают. Они хлопают в конце. Ну, то есть иногда бывают аплодисменты, да, вот в середине. И мы не избалованные люди, то есть мы не привыкли к тому, что нам вот так вот аплодируют много, там кричат. А тут произошел, я вот это исполнила, и там зал начал вставать, все начали хлопать, и я поняла, что у меня просто мурашки. Я почувствовала себя практически каким-то Виктором Цоем, я не знаю, Егором Летовым. Вот. Пошли по всему телу. И когда мы закончили, спектакль закончился, и у нас в конце играла песня «Егора Летова», «Все идет по плану», на этом моменте. Мы думали, ну, зрители встанут, будут кричать аплодисменты. Они встали и побежали к нам, просто, и ломанулись к нам, то есть подбегали к нам, открытая площадка, они подбегали, обнимались, говорили, как классно. Вот. И с нами еще стояло, ну, я не знаю, сколько там было, там тысяча человек было, и подбежало к нам человек 200, и они просто вокруг нас вот так стояли. Вот. Это было вообще... Ты сейчас описала всю эту картину, но перед глазами встала, так живо описываешь. Слушай, а вот бывает так, когда ты описываешь, что было круто, когда на тебе зал встал, вот они хлопали. А бывает ли так, что ты приходишь на концерт коллеги, который, допустим, ну, не уровня там пока что медийности класса А, да, а там сверстник, который собирает небольшие залы, и люди на его концертах еще не встают автоматически. Инициируешь ли ты вот эту волну вставаний и вот этих... Я поняла. Ну, на самом деле, такое происходит вообще со всеми, мне кажется, и со мной в том числе. И бывает, что мы приходим выступать куда-то, и место, где мы приходим, там сидит, допустим. То есть ты иногда выступаешь на 50 человек, иногда ты выступаешь на 10 человек. Такое тоже случается. И мне кажется, это нормально. То есть дело не в количестве, да, человека, и даже не в качестве того, как они, может быть, реагируют. Потому что люди... Ну, вот я даже знаю по себе. Конечно, вот в театре, например, нас учат после спектакля. Ну, то, что учат. Вот говорят, ты встаете, да, на овациях. Мне кажется, в наших жанрах, в которых мы выступаем, это необязательная процедура. То есть люди могут тебя любить и как поэта, и как писателя. И не обязательно они должны, мне кажется, там как-то вставать. Ну, то есть это вот все по желанию делается. Тот момент в Сочи это был такой импульс просто людей. Я не знаю, там были студенты, и они вот были совершенно такие заряженные, молодые, какие-то вот вообще бешеные. И они прям побежали к нам. Это был их такой порыв общий вот такой. Вот. Поэтому, мне кажется, все зависит от людей. Коллективные Грегоры, да? Да, да, да. Когда все вместе решили встать. Да, да, да. На самом деле, может быть, не думаешь ли ты, что если искусство со сцены, оно приподняло что-то внутри, то есть, как говорится, во мне поднялась волна эмоций. То есть, если поднялось что-то внутри, то тянет и прямо физически подняться, прямо встать, прямо проявить, рукоплескать. Вот само слово рукоплескание, оно очень-то напоминает на плеск волн, шторм, океан, эмоции. Такой вот еще вопрос. Что для тебя более ценно, когда зал встает и громко аплодирует или когда подходят и просят тебя обнять? Вот что происходит чаще и что тебе дороже? Ты прямо мои мысли сейчас прочитала. Я как раз хотела сказать о том, что мне очень приятно, когда люди подходят после выступления, дают обратную связь и обнимают. И, в общем, мне это тоже действительно очень близко, когда они лично подходят и о чем-то сообщают что-то, что им нравится, какой-то текст у тебя. Это действительно приятно. Но мне кажется, это каждому человеку будет приятно. Насчет обратной связи. Вот мы обсудили оффлайн. Давай теперь про онлайн поговорим. У тебя есть паблик довольно раскрученный, сниться-синиться, тексты в поездах, верно? Да. И там ты пишешь свои и стихи, и какие-то заметки, и новости, где тебя публикуют. Скажи, вот обратная связь, ты довольна ее качеством в паблике? Или же там ты, допустим, получаешь огромные личные письма, как твое творчество повлияло на их жизнь в личку, и хотела бы, чтобы люди больше писали это в комментарии? Вот как у тебя с этим? Я поняла. Человека нельзя заставлять, да, любого человека нельзя заставлять, нельзя заставить писать, написать какой-то комментарий, или нельзя заставить дать обратную связь в письменном виде, потому что все, что происходит в интернете, это такая уже личная инициатива. Мне кажется, вот в этом плане немножко проще, потому что, когда ты выкладываешь какую-то историю, кто-то может ответить тебе на историю, и это не будет в какой-то общедоступной переписке. И вот здесь иногда, например, моя обратная связь, она, ее много довольно-таки, потому что люди пишут тебе лично, и между вами возникает какая-то личная коммуникация, в этом тоже есть плюс соцсетей. Вот. Вообще, я бы никогда не подумала, например, я пять лет назад или что-то, у меня был когда-то концерт в Сочи, я помню, я приехала, и мне девушка-организатор говорит, а можно ваш я такая, ой, у меня он закрыт, она такая, что? Я говорю, вы что с ума сошли? Вы же как это? Я говорю, да я только вот в ВКонтакте, у меня там паблик. Она такая, Алена, быстро, в общем, открывайте и ведите. И вот на тот момент быстро пилить сториз. Это был какой-то 2017 год, у меня был закрыт он, и вот потом, что-то как мне в 2020-м, я такая, так, все, берусь. Я просто хотела общаться, я хотела снимать, и мне хотелось делиться с людьми вообще всем, что со мной происходит. Конечно, не ста процентами, но 70-60 процентов я люблю рассказывать, там есть действительно классные люди, которые всегда могут тебя поддержать, и они всегда с тобой на одной волне. То есть, в основном, тебя читают именно, остаются с тобой те, кто с тобой на одной волне, это со всеми работает, так везде. Ну, так, кстати, да, эффект такое присутствие. по-моему, в Японии есть такое шоу, где человек на Ютубе садится на своей кухне и просто кушает, и с тобой о чем-то говорит. Человек его включает и сидит с этим виртуальным, ну, не виртуальным, а реальным, ютубным чуваком, который кушает. И это шоу для тех, кто ужинает один. То есть, с этим чуваком они ужинают вдвоем. То есть, а вот твой вот ты с кем разделяешь время, для кого ты снимаешь? У тебя там очень много интересных stories. Вообще, расскажи, о чем ты их снимаешь? Я-то подписана на тебя, а люди не подписаны. Вот. Кому бы ты порекомендовала на себя подписаться? Я бы, наверное, порекомендовала человек, людям, да, или человеку, который такой немножко интроверт. То есть, у меня есть две грани личности. Это первая грань, это экстравертная грань. Когда я выступаю на сцене, и я в качестве поэта, и другая, это моя вторая закрытая более личность, такая интровертная, я бы сказала, которая переживает какие-то вещи. То есть, я делюсь какими-то там вещами, типа походу к психологам или что-то, какие-то вот такие истории рассказываю просто из жизни. Мне на самом деле нравится. У меня это что-то вроде личного дневника. Как ты относишься к фразе «счастье любит тишину»? Это очень часто используют все, кто, допустим, личное в влогах вообще не публикует. Вот как ты от этого раздела для себя проводишь. Не боишься ли ты показаться публике слишком уязвимой? Публикуй, например, обрывки, сессии с психологом. Ну, ты делаешь это в достаточно юморном виде, там, с гифками, с какими-то персонажами из кино и так далее. Ну, вот, насколько вот это не противоречит твоим личным границам? Да, я поняла. Тебе комфортно в этом? Ну, вот тут я могу сказать, что есть какая-то, конечно, грань, которую ты не переступаешь. Плюс, на самом деле, я мечтаю быть как Евгений Гришковец, вот, я к этому стремлюсь, который, у него есть просто сайт, его нет ни в одной из соцсетей, то есть на этом сайте он выкладывает какие-то свои, там, заметки, анонсы мероприятий, и, в общем, конечно бы, я мечтала бы дорасти до такого уровня, чтобы мне... Но я думаю, что это все зависит от состояния человека, иногда ты такой экстраверт, и хочешь всем делиться, иногда ты можешь на полгода уйти в свою, как бы, такую броню, да, и вот там спокойно посидеть, и чтобы тебя никто не трогал, и никто о тебе ничего не знал. Но я на самом деле за то, что человек, это такой глубокий космический объект, и, конечно, его невозможно посетить, только смотря, там, какой-то из его соцсетей, что он там ведет. у некоторых, конечно, это очень что-то, они там сопровождают, прям, все о себе рассказывают, но, мне кажется, человек не так прост, как мы думаем, на самом деле, психология человека. Это, кстати, да. А вот, что было самое откровенное, чем ты делилась в соцсетях? Возможно, оно шокировало других, оно было неожиданно для тебя самой. Какое-то признание, там, ну, например, у кого-нибудь кто-то признается в своей нейроотличности, в каком-то своем диагнозе, кто-то в ориентации, кто-то в каких-то личных отношениях, кто-то в страшной, возможно, постыдной тайне. Было ли у тебя нечто такое? Ну, у меня, я иногда, так сказать, пишу некие терапевтические, назовем их тексты, в которых стараюсь как бы выразить свою какую-то боль, и если это находит отклик у других людей, то это здорово. Вот одно из последних, это был текст про конкуренцию на как раз различного рода фестивалях и литературных семинарах писательских. Вот я об этом написала, о своем опыте, у меня был такой опыт, когда я переживала из-за того, что мой текст не взяли, это был очень для меня такой сложный момент. это что за место, куда тебя не взяли? Нет, меня взяли там, но там выбирали как бы, ну, как бы, каких-то вот лауреатов, давали какие-то вот призы, и вот, дело в том, что у нас редактор просто, она не давала комментарии по поводу, у нас там было немного человек, но она не давала никаких комментариев по поводу вот наших каких-то вот развернутых. И вот из-за того, что у тебя нет обратного ответа, когда ты не слышишь конкретно там, что в твоем тексте не так, или почему конкретно это ты не можешь быть, да, сейчас, твой текст сейчас не лучший, условно, да, в нем есть какие-то, какие минусы, да, вот узнать. Вот этого, когда этого не происходит, вот это немножко грустно. Довольно сложно, да, то есть, а ты вообще часто участвуешь в конкурсах, вот ты такая вот яркая личность, экспрессивная, эпатажная, то есть, то есть ты за соревнования? Сложный вопрос, честно хочу сказать. Я, с одной стороны, все время избегаю, я конкуренция, когда я вижу, я хочу спрятаться в шкафу, закрыться куда-нибудь, я хочу сбежать, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что, допустим, фоэзия, это просто нереально, потому что поэты очень, если, я так, как я еще пишу прозу и пьесы, драматургию, я общаюсь с прозаиками, драматургами и поэтами, то есть с тремя категориями людей, и если драматурги, это прекрасные люди, они поддерживают сообщество, да, драматургов, они очень, не знаю, как сказать, всегда рады твоим успехам, успехам друг друга, точнее, вот я у драматургов это увидела, ну, в общем, это очень классные ребята, а прозаики, они такие немножко интровертные больше, да, и они такие спокойные, я бы сказала, потому что прозаический склад ума подразумевает определенную вот эту эпичность, эпичность мозга, то есть некое спокойствие, нет вот этого бурления противоречий, то поэт, это человек, личность которого, да, это совершенно такой нерв оголенный, это человек, подверженный всяческого рода психическим там расстройствам, заболеваниям, от а до я, то есть это вот такая вот личность, у которой все время вот так вот что-то происходит, любая вещь может стать для поэта трагедией, вот вы ему там что-то он услышал, вот, и не знаю, я лично сейчас говорю о себе как личности поэта, тебе там что-то сказали, там, и ты все, все, ты думаешь, что это смерть, это конец, мне все, я больше не пишу, вот, я помню, у меня бывали такие, такие моменты, когда ты прям вот, чуть ли не до истерики доходят, и бывают такие вот вещи, это вот какой-то психотип личности, и мы читаем, если мы почитаем, там, не знаю, Серебряный век какой-нибудь, да, то там же тоже такие психотипы, там, Маяковский, Есенин, Бурлюк какой-нибудь, Хлебников, какие они, Цветаева, Цветаева, какие личности, какие в этих личностях, да, шторма, шкал, качели, какая жизнь, и за этой фигурой, да, вот, все время какой-то вот напряженный, нерв, напряженное сердце абсолютное, вот, поэтому поэты, это действительно сложные вот личности для меня, то есть они самые сложные, драматурги и прозаики, они тоже сложные, но они гораздо более мягкие, что ли, как будто бы немножечко, вот, вот в этих своих бурных проявлениях, вот, то есть мне даже какие-то, когда я общаюсь там с прозаиком, они такие, ты прям как поэт себя ведешь сейчас, я говорю. А кто ты еще должна себя вести? Ну вот вернемся немножечко к конкурсам, к премиям, вот это все очень интересная тема, и предлагаю сейчас устроить все-таки такой небольшой тайм поэзии, давайте послушаем стихотворение, которое принесло Алене наибольшее количество побед, стихотворение Вестник Удачи, можно сказать, хит, и так, прошу. В 2001-м Петя был дворник с двумя выходными суббота и вторник По вторникам Петя смотрел на крыши, с которых падали капли снега, хорошо, что сегодня дожил до обеда, хорошо, когда сверху тарелка неба, в огромном городе у Пети не было никого, только серые мыши в подвалах, манежи где-то повыше, он носил им в карманах кусочки хлеба, а по субботам ходил на концерты по маленьким залам мотал километры Арбат не любил и Тверскую тоже бродил по дворам избегая прохожих Петя стоял на обочине мира мир состоял из отсутствия мира В 2001-м Петя был первым человеком в Москве что смотрел на небо и увидел там снег и поймал его ртом вдруг рассмеялся кто-то, но кто оглянулся в глаза видит шапка, ушанка по лицу прочитал хулиганка сумасшедшая с поезда сшедшая городская больная наконец-то живая в голове с тараканами но без мышей а Петя впервые стоял в центре мира и мир состоял из простых вещей вот мы сейчас услышали наверное самое популярное твое стихотворение скажи а как часто ты выдаешь хиты на твой взгляд и что ты сама считаешь хитом это текст который набрал тысячу лайков или миллион просмотров или победил на всероссийской премии что это для тебя ну наверное для меня это во-первых про хиты это вообще мне кажется такая история у всех очень разная у меня например с поэзией было так я начала писать стихи в 12 лет прозу в 9 лет вот и стихи то есть я получается достаточно ну как поздно в возрасте некоторые в 6 лет начинают я знаю стихи писать ты во сколько начала кстати в 3 года 11 месяцев вот вот Цветаева по-моему в 5 лет вот начала вот я только в 12 и но тем не менее я знаю что есть люди которые 19 только начинают и в общем это все не зависит от возраста в котором ты начинаешь неважно абсолютно да 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 это все вот но при этом когда я начала писать стихи сначала стихи мне не могу сказать что мне они нравились то есть я написала у меня было несколько тетрадок таких огромных а4 и я в них писала 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 и в какой-то момент когда у меня вышло первое стихотворение вам не писали в каком-то сборнике мне было 17 лет тогда и я посчитала количество стихов как сказать плохих ну или вот таких стихов которые на которых я училась то есть я сначала написала очень много плохих стихов чтобы выдать какой-нибудь один который мне кажется не самым плохим то есть ну так вот неплохо вот у меня получилось полторы тысячи стихов вот я написала полторы тысячи прежде чем нашла какой-то нормальный это за какой период полторы тысячи это с 12 лет до 17 лет полторы тысячи это получается не очень хорошо в математике но это в день среднее количество стихов сколько было ой не знаю но я писала по стиху в день примерно так 3-6-5 дней в году время ну примерно каждый день один-два стиха то есть садилась и писала у тебя были учителя или ты самоучка нет у меня учителей не было самоучка я рифмовала кровь-любовь там все остальное но при этом я любила очень рок Илью Кормильцева который автор песен это один из моих любимых поэтов вот потом Егор Летов Янка Дягил ну просто музыка то есть меня вот мотивировало вот что-то такое но это все рождалось постепенно то есть сначала это были прям ну такие примитивные стихи но они они не примитивные но они дурацкие то есть я бы не хотела никому еще показывать конечно вот и нигде я их не публиковала они так и лежат где публиковала когда-нибудь может я буду вести шоу постыдные тайны известных современных поэтов я приглашу тебя туда и попрошу там с моими стихами исполнить твои стихи которые ты писала в том периоде такая экстра ультра ранняя синица и я думаю что это шоу зовет все чарты но сейчас мы затронули такую интересную тему как взаимоотношения с музыкой и твои тексты если их взять и перевернуть они похожи на эквалайзер потому что они такое знаешь нечто между силоботоникой и верлибром бывает рваным даже нет надрывным то есть от слова рвать ну скорее слово рваться куда-то вот вот так вот прямо наотмаш прямо наизнанку прямо ух вихрь смерч и вот этот эквалайзер как бы если твои стихи перевернуть сразу намекает на твои отношения с музыкой вот какие у тебя лично как у поэта отношения с тобой же музыкантом ты сама поешь свои стихи делаешь ли из них песни или у тебя есть музыкант с которым ты сотрудничаешь вот расскажи про этот аспект своего творчества ну вообще музыка на меня сильно повлияла и в основном это был рок американский рок британский рок русский рок то есть там ACDC Green Day My Chemical Romance у меня много разных любимых групп Pink Floyd я слушала в детство в три года я пришла в детский сад и воспитательница сказала дети какие вы знаете детские песни Алена подняла руку и начала петь Pink Floyd и воспитательница такая что это такое дети ну я просто выросла на этом потому что на этом выросла моя мама и музыкальные вкусы моей мамы повлияли очень сильно на меня вот у тебя классная а все такие карабай карабай кого хочешь выбирай тут Алена такая это самое что там типа teacher live the kid's alone и все такие что да 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 так это и было вот поэтому и еще очень важный момент с музыкой да у меня случился такой эксперимент я первый раз выступала в Москве это было на Литпоне у Арс Пегаса у Арсения очень давно это было ну в общем это было мое первое такое настоящее выступление и после этого выступления ко мне подошли музыканты они играли кавер The Doors вот они подошли ко мне и сказали давай мы с тобой синица что-нибудь вместе ты будешь читать а мы играть на гитаре вот и следующее мое выступление второе уже было там же я читала стихи а музыкант собственно бас-гитарист он что-то экспериментировал на гитаре поэтому в общем вот эти эксперименты они да действительно для меня характерны довольно-таки я пару раз выступала с разными группами и с рок-группой выступала и еще с одними ребятами у которых такая электронная музыка тоже такие вот разные вещи кстати у меня скоро выйдет альбом моих текстов вот он правда расскажет я видела в социальных сетях мы в паблике ВКонтакте твой анонс и там ты предлагала людям угадать как бы что будет в названии а когда же мы все узнаем результат релиз будет 16 февраля вот и название собственно пока это тайна оно зашифровано в карте московского метрополитена то есть все станции которые есть на сейчас 2023 год их там очень много между прочим вот московский метрополитен очень быстро растет это кстати один из моих главных источников вдохновения благодаря МЦД МЦК и прочим вот этим вещам в Москве вот и название зашифровано там то есть это одна из станций там разные уже есть предположения но все уже знаем 16 февраля там кстати в альбоме будут и тексты мои собственно мои самые частые стихи которые я читала за последние несколько лет и будет еще пара с рок-музыкой экспериментов с рок-музыкой ага замечательно а там не будет твоих прозаических зарисовок вот прозы там не будет потому что она по жанру не совсем подходит плюс прозу я все-таки читаю немножко по-другому наверное я бы ее как-то отдельно может быть в какой-то отдельный проект отдельно может аудиокнигу бы сделала какой-то отдельный проект мне кажется подумай на эту тему было бы интересно потому что она у тебя кинематографична а вот какие были самые необычные взаимодействия с своей прозой может быть по ней снимали какой-нибудь короткий метр или ролик или ролик не было такого с прозой но у меня самая такая интересная история с прозой была с живыми поэтами про этот живые поэты помнишь да ты тоже там в этой книжке есть мне кажется да есть такой проект вот когда Андрей Орловский мне написал личное сообщение предложил вот мне там опубликоваться в этой книжке причем я даже не знала что там какой-то набор куда-то идет вот то есть я об этом понятия не имела и он мне прислал текст который он хочет опубликовать это был прозаический текст я ему написала как бы ничего что это ну вот я думаю что это не совсем стихи он такой нет он посчитал что это как бы видимо в его как бы в какой-то картине мира это были как раз такая ритмизированная проза да то есть определенная акцентная проза как у Тургенева стихи в прозе да были короткие предложения довольно-таки ноль конечно рифмы все было записано вот в такую как бы строку его взяли в итоге его взяли его опубликовали в этой сфере чему он посвящен это текст посвящен самоопределению там все пошли и ты пошел все работают и ты работаешь у всех профессий у тебя профессия все должно быть нормально стабильно комфортно недорого ну то есть текст вот по это похоже на верлибр я его кстати помню даже лайк ставила вот кстати мы до этого говорили про музыку то есть получается ты себя певицей не называешь ты говорила про эксперименты с гитарой но ты не поешь или поешь я бы хотела конечно заняться вокалом я в детстве пела но тем не менее ты певец есть такое выражение певец чего-либо когда речь идет об артисте так вот вот у меня в голове ассоциативный ряд с тобой следующие электрички сны самокат поскольку как-то ты писала что ездишь в аспирантуру на самокате могилу поэтов и писателей металлический гвоздь желтый дождевик ты как-то в нем выступала на площади очень использовалась потом для афиш так нашумело в социальных сетях вот на взгляд меня как реципиента как твоего читателя ты певец всего этого а еще странных профессий вроде дворника у тебя есть текст про петь дворника да вот но уверена что твое мнение с моим не совпадет и вот у всех кто тебя читает они все считают тебя певцом чего-то но это их мнение а какое твое певец с чего ты ну конечно первые какие-то остации которые мне приходят это электрички МЦК МЦД и ну вот вот это средство передвижения в которых я все время писала и пишу до сих пор я часто в них езжу это мой наверное источник вдохновения даже когда в университете училась я выходила на станции у меня был такой ритуал я выходила я ехала заранее выходила на станции площадь революции и там в конце станции есть такие сидения вот такие вот и я в них садилась проваливалась и вот ехал поезд за поездом а я что-то писала то есть мне в метро как будто вообще какая-то как будто личность другая открывается и поэтому вот эти вот вещи на меня очень сильно повлияли наверное среда на меня еще повлияла в которой я выросла то есть это такая вот уличная немножко среда которая закалила вот меня как личности нас многих то есть такая вот нельзя сказать что мы все какие-то тепличные люди и вот допустим люди которые росли или там родились там в Москве в Петербурге я не думаю что мы какие-то у нас есть какие-то особенности вот этого возросления отличающиеся от других городов а наоборот мы видели все в своей жизни и это очень сильно влияет вот на меня и то есть я пишу о том о чем болит о том о чем из-за чего не хочется спать по ночам и иногда бывает просыпаюсь от того что я хочу о чем-то написать и вроде мне надо спать но вот у меня пока не покинет вот это я пока это не запишу в заметке в телефон оно меня не оставит да еще по-моему группа Грод говорила в одном из своих треков что это контрпродуктивно придумать и за собой не записать то есть ты всегда и во сне и в электричке на бегу везде вот когда мысль пришла ты ее упорно хватаешь играешь с ней в перетягивание каната чтобы нет ты мое мое с собой потому что если ты ее упустишь она потом исчезает и ты пытаешься вспомнить и ничего то есть как бы у тебя в голове сколько раз в жизни об этом сожалела какие попытки предпринимала чтобы догнать упущенный момент ну я не могу сказать что так бывает часто но сейчас конечно когда есть телефон раньше я пользовалась тетрадкой писала от руки вот сейчас я как-то быстрее оперативно реагирую на такие моменты но у меня бывает такое особенно в ванной когда ты значит лежишь в ванной и тебе приходят эти мысли ты понимаешь что ты сейчас не можешь в ванной взять ноутбук но оно приходит когда ты стоишь на тебя капает вода вода вообще активизирует во мне очень многие процессы и когда ты на тебя летит вода ты стоишь в душе и ты понимаешь вот она мысль и ты думаешь ну сейчас я пока я вылезу пока я вытащу свое тело из ванны пока я добегу до ноутбука или до телефона все оно все пропадет вот ванны вообще какие-то такие вещи вода я например плаванием занимаюсь вот я раньше прям профессионально плаванием занимаюсь и я часто хожу в бассейн по этой причине когда я плаваю ты плаваешь эти 50 минут и вот этот монолог очень интересных идей ко мне приходит во время тренировок по плаванию то есть я плыву и у меня вот там прям целый какой-то водоворот Sagado этот моноколось превращается в целый диалог или полилог когда ты плаваешь не можешь ничего записать иногда бывает садишься записать и все а все равно ничего нет то есть целенаправленно сел и ничего не приходит а вот там когда ты плаваешь ты понимаешь я сейчас ничего не буду записывать я не полезу никуда из бассейна и ты плаваешь и к тебе спокойно приходят вот эти идеи То есть, вот активность. То есть, получается, плавание, это всё-таки ближе относится к ЗОЖ. Скажи, как у тебя с вредными привычками? Куришь, пьёшь? Я не употребляю алкоголь, я не курю, и я вегетарианка. Много лет. Вот сейчас всё больше молодых, но уже громко завивших себе поэтов, ломают стереотип про то, что поэт должен, там, попьёт, страдает. Я, кстати, тоже поддерживаю. Я не употребляю алкоголь, не курю. Класс. Я курил 10 лет, но поняла, что это мешает творчеству, как бы задымляет голову. Вот, то есть, у тебя такого нет, что ты там под влиянием возлияний, под влиянием возлияний, да, пишешь текст, то есть, они все рождаются в каких-то чистых активностей. То есть, не от дисциплинированного сидения на месте, а от того, что там кровь разгоняется, вдохновение приходит. Да, в мозг. Просто разные люди вдохновляются разными вещами. И действительно, когда мы смотрим фотографию, ты смотришь на сидит Довлатов, да, или там Бродский, ты понимаешь, что это очень красиво, и ты хочешь выглядеть так же с этой сигаретой красиво, но потом ты понимаешь, что ты другой человек, да, что у каждого свой путь, что если ты сядешь вот с Довлатов, как Довлатов с сигаретой, это не значит, что ты будешь Довлатов. Да, что вот это именно вопрос такого личного бренда, что бренду Довлатова и Бродского это шло. Он сидит такой с сигаретой, но он же умер в 55 лет, да, и люди говорили, что он мог бы прожить дольше, там, может быть, лет на 20, может быть, еще. История не знает со слагательных наклонений, но вот его личному бренду сигарета правда шла. А вот ты с сигаретой, ты себя не видишь. Да, конечно, ну, я вижу себя вообще, я вижу себя с деревом в обнимку, вот, или сидящий на дереве, это, наверное, у меня, наверное, такое, я скорее тяготея к образу Астрид Лингрен, я бы сказала, поэтому у меня другие такие приоритеты. Вот, а насчет Бродского, да, и хотя Рейн, да, Рейн у нас 80, сколько, 80? С лишним, и он курит. Да, 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 его жена всегда за это ругает. У всех разные возможности здоровья, это важно понимать. Если там такой ощупленький, болезненный поэт будет подражать Бродскому и курить, неизвестно, к каким последствиям может привести, важно трезво оценивать. Я знаю спортсменов, которые как бы марафоны бегают и курят, им хоть бы хны. Ну, как бы здоровье, генетика у нас у всех разная. Кстати, к слову о генетике, у тебя отношения с искусством наследственные или нет? Кто твои родители? О, какой интересный вопрос. Ну, отношения с искусством у меня действительно есть наследственные. Я недавно только выяснила это по поводу своих родственников. Есть такой художник, его зовут Илья Глазунов. Вот он оказался моим родственником, я это узнала после его смерти только. И еще был художник, который был Илья Машков, кажется, его звали. Он как раз рисовал портреты Маяковского, и Маяковскому они совершенно не нравились. И вот он тоже мой дальний родственник. У меня очень много художников, казалось бы. Может быть, там еще какой-нибудь Илья есть? Я не знаю, но вот, да, оба Ильи, оба художника, и вот оба моих родственники. Вот. У Ильи Машкова даже в Волгограде есть своя собственная галерея, а у Глазунова в Москве вот есть тоже. Ну, такой довольно известный художник в 90-е был. Но я с ним не была знакома, я узнала об этом только вот после. Я так удивлена была, что мои родственники художники. Я думала, ну, может быть, кто-нибудь из них там что-то писал, может быть, кто-то там пел. Но вот что они, художники, для меня это было прям удивительной историей. А ты сама не рисуешь? Ну, в детстве рисовала, но я иногда это делала в качестве терапии, ну, для какого-то такого. То есть дальше это как бы в медийное поле не пошло. Кстати, вот вернемся еще на пару шагов назад в тему конкурсов, потому что есть один довольно животрепещущий вопрос. Вот в твоем прошлом, в твоей биографии, это довольно актуальная такая история, что мы с тобой как раз разделили одну из них, это был Филатов Фест. Вот что в твоем настоящем? Конкурсы и премии какого характера тебя интересуют и почему? И в каких конкурсах ты бы не стала участвовать? То есть можно тут не называть конкретные конкурсы, но описать о чем они? В первую очередь меня сейчас больше интересуют, наверное, какие-то писательские семинары, в которых можно принимать участие, где какой-нибудь профессиональный писатель может разобрать твой текст. И, наверное, я сейчас больше, ну, последние два года, по крайней мере, я больше ездила на такие писательские семинары по драматургии, по поэзии и по прозе. Они очень хорошие в плане ощущения того, что тебя будут разбирать и твои какие-то вот люди, с которыми ты познакомишься, и вообще-то, что ты познакомишься с каким-нибудь мастером и ведешь с ним какой-то интересный вот диалог. Например, я таким образом недавно, осенью, познакомилась с Дмитрием Даниловым. Вот таким вот образом. Да, интересный человек, много о нем нас слышали. Да, вот он у нас вел семинары очень... Скажи, а вот цель этих резиденций, там, у нас ставится цель написать, издать книгу, или это не везде? Все зависит от семинара. На каком-то из семинаров нам сказали, что, ой, ребята, ну мы можем вас порекомендовать там в союз писателей какой-то, допустим. На каких-то семинарах конкретно дают какие-то публикации где-то. Ну, то есть все зависит от направленности. Ну, я любитель, честно говоря, мне нравятся семинары по драматургии больше всего сейчас, потому что драматурги, это люди вообще особые, у них там особый склад мышления такой сценарный, и они очень классно разбирают тексты как-то вообще. То есть там есть конкретик, там есть сюжет, там есть герой, все, что происходит с героем. Там более конкретно, чем проза, то есть вот прям более конкретное событие. То есть четко, никакой воды, вообще никакой, да, максимально характера, никакой детали для красного словца. Вот в тему драматургии тоже вопрос прям горячий. Что ты испытала, увидев свою пьесу в журнале «Юность»? И какое ощущение в копилку впечатлений ты бы хотела получить сейчас больше всего в драматургическом плане? Ну, это может быть победа в каком-то драматургическом конкурсе, сотрудничество с Национальной ассоциацией драматургов, например. Это первая организация, которая у меня всплыла в памяти, как бы я этим не особо занимаюсь. С пьесой вообще был очень классный момент. Да, она у меня первая, и я писала ее на проекте «Цех драматургов», который был в Амхате. И после того, как ее напечатали, я вообще знала, что я просто, мне сказали, ее напечатали. Я такая, ага, хорошо. И мне нужно было получить авторский экземпляр в юности, в редакции. Я позвонила там человеку, говорю, вы до скольки будете, чтобы мне забрать экземпляры? Мне сказали, что вот мы до такого-то времени, а я понимаю, что к этому времени не успеваю. Я говорю, вы можете меня пять минут подождать? Я говорю, я буду бежать, я буду лететь из метро, я буду вот так. Мне говорят, ну, три минуты максимум, извините, там нам надо бежать. Я бегу, 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 прибегаю, значит, забегаю там на четвертый этаж, там юность высоко довольно находится, редакция, значит, заглядываю, значит, в замочную скважину. А если в редакции юности загляну я в замочную скважину, там будет четко виден портрет Евгения Рейна, который висит на противоположной стене молодого такого Рейна. И осуждает. Да. Такой сидится. Вот, и я дергаю ручку, понимаю, что я опоздала. А я приехала ради этого специально что-то, вот как выбралась там. Я думаю, ладно, что же мне делать? Я иду по Тверской дальше и думаю, что же мне делать? Тут у меня приходит мысль. Если этот номер вышел, значит, он есть в книжных магазинах. Я думаю, конечно, Алена. Я захожу в фалансер, который прямо на Тверской, захожу, и прямо вижу на полке эту юность, и я открываю ее, вижу свое лицо. Прямо я вообще была удивлена, что моя фотография на титульном листе. Вот, и я помню, вот это ощущение такое было у меня, как будто в этот момент я могу создать свой лучший патронус. Я даже об этом написала, что вот прямо сейчас я, вот если бы у меня было, нужно было бы создать какой-то патронус себе, я бы создала его прямо сейчас, потому что вот появилось какое-то такое воспоминание. Вот, и потом еще был момент с этой моей пьесы. Пьеса, кстати, называется «Как я была гадиной». У меня вот такое вот название. Интересно, интригующе. Да, и еще был с ней момент, что она победила в драматургическом конкурсе «Ассел-текст» в Казани. И тоже я об этом случайно узнала. Я даже трубки не брала, я не понимала, кто мне звонит, какие-то незнакомые номера. Вот, оказалось, что она победила. И я поехала в Казань на ее читку. Это было в прошлом году, в апреле. И там были читки трех пьес победителей, и предыдущие пьесы, они были в каких-то вот таких маленьких помещениях, ну, то есть в таком небольшом помещении. И я думала, что это будет скромная читка, но мою читку решили нескромно провести. Я захожу, там огромный этот зал. Это театр, государственный театр имени Кореева в Казани. Огромное совершенно помещение. Во-первых, татары, очень потрясающие люди, они меня закормили какими-то пирожками. Эчпочмак, да? Эчпочмак, да. Эчпочмак. Они такие, Алена, пойдем сюда, Алена, сюда. Алена, Алена, вы приехали. Режиссер мне, значит, там были пьесы на татарском. Режиссер мне говорит, нам было очень тяжело вашу пьесу. На русском, конечно, мы смогли ее одолеть. У них театр на татарском. Они не перевели ее на татарском? Нет, не перевели. Но у них театр и на татарском, и на русском. Вот. И они меня повели по коридорам по каким-то. Вот. Режиссер меня усадил, меня обкормили. Вот. И он сказал, никуда не уходите, сейчас вот мы, значит, начнется ваша пьеса. Я прихожу в этот зал большой, и там был очень интересный момент, что вот большая сцена, и спектакль был на сцене, и зрители прямо на сцене, сели стулья по краям этой сцены. Меня посадили в первый ряд, режиссер сказал, все, садись. И я села, и у меня вот так начинает все дрожать, потому что это первая читка моей пьесы, первый раз в жизни я вижу спектакль по своей пьесе. И тут закрываются кулисы, мы остаемся в полной темноте, вот так вот луч света падает на сцену, и выходит мой герой, и у меня было полное... И вот тут я почувствовала такой катарсис. Я просто поняла, что это значит, когда вот ты и твой ребенок, как будто мой ребенок, у меня есть ребенок, и вот этот ребенок пошел, он начал ходить. И я помню этот взрыв вот этих эмоций, которые я почувствовала, это вообще что-то непередаваемое. То есть ты что-то пишешь, и твой текст произносят другие люди, вот это вообще, это вообще что-то вот за гранью, когда ты вот это смотришь. Я понимала, что как будто в тот момент какая-то квинтэссенция вот этого всего, вот в моем внутреннем состоянии происходит счастье, вот этого совершенно неописуемого. И зрители рядом сидят, и никто не знает, что ты автор, это вообще же... Ну, то есть, знаете, режиссер там и актер, условно, они себя видели. Но это такой интересный момент. Мне обычно, когда я смотрела пьесы, мне хотелось что-то по-режиссерски в них переделать. То есть чужие пьесы я смотрю, допустим, я прихожу, я люблю театр, хожу в театр, я смотрю чужую пьесу, я думаю, так, вот это надо переделать. Вот тут актер немножко не дожал, вот я бы по-другому сделал. Или я бы вот этот цвет по-другому поставила. Я думаю, а что я буду испытывать, когда буду смотреть свою пьесу? Что ты испытала? Хотелось ли тебя в постановке твоей пьесы что-то поправить или нет? Да. Я хотела всё переписать просто. Не всё, конечно, но я поняла, что там надо переписывать. То есть я сидела вот с такими горящими глазами писателя, и я вот свой текст вот так по-другому переваривала. Я, когда писала пьесу, я читала свой текст, конечно, вслух, ну как бы когда, ну не знаю, как другие драматурги, но я когда пишу вот пьесу, я читаю реплики все вслух, как они должны звучать со сцены, чтобы всё было максимально правдоподобно. Но я увидела, что у пьесы можно что-то сократить, можно что-то, наоборот, добавить. Каким-то героям не хватало, чтобы они побольше сказали. Но вот этот момент, когда все потом хлопали, и режиссёр, который подходил ко мне с вот этими радостными глазами, вот это вообще, это потрясающее чувство. Смотри, сколько у тебя процентов сейчас поэта и сколько драматурга? Просто вот про поэзию ты рассказываешь эмоционально, да, но про драматургию ещё ярче. Такое ощущение, что ты сейчас, наверное, больше драматург, чем поэт. Я права или ошибаюсь? Я не знаю. Просто так как во мне живут прозаик, тоже живёт во мне драматург, поселился два года назад всего. То есть я как драматург зелёный и довольный. Я уже обжился, уже прямо в свой свет, в жёлтый покрасил обои, расставил везде там журнал «Юность». Вазочки, в них эти самые бумажные розы, сделанные из листов твоей пьесы в журнале «Юность». Сложный вопрос, потому что я могу сказать так, я всегда хотела быть прозаиком, поэтом тоже всегда хотела быть, но я никогда не думала, что я могу писать пьесы и что могу быть драматургом. Мне даже в голову такое не приходило, потому что мне казалось, что это сверхлюди, с каким-то сверхсознанием, то есть написать что-то такое, точечное. Это очень точечные такие сложные процессы. То есть драматургию очень трудно писать, и нужно абсолютно такое кинематографичное, кстати, да, вот ты правильно говорил, такое вот видение вообще ситуации. Нужно уметь именно видеть. Да, да, да. И вот смотри, вот результат поэтического труда это сборник, прозаического тоже, но книга, драматургическое получается спектакль, да, а есть сборник, ну вот «Юности» опубликовано, публикуются ли сборники драматургии, там сборник твоих пьес, то есть книга тоже может стать результатом. Да, вот в драматургии есть два момента. В основном все говорят, что самое важное это постановка спектакля, то есть текст специально, ну как для театра пишется, если пьеса идет в театре, значит она живет, вот. Но есть, так как мы можем читать, мы читаем перво в школе, проходим пьесы Горького, пьесы Чехова прекрасного, который гений, просто мастер в драматургии, и вообще я Чехова ценю не только как проза и как драматурга, потому что он гениален в своих пьесах, его пьесы идут до сих пор, в его пьесах есть... Чехов, например, в пьесах ввел такое понятие как недосказанность, то есть у нас не выходит человек и не говорит мне плохо на сцену, а человек выходит и ничего не говорит, и все понимают, что вот ему плохо. То есть Чехов делает, или герои говорят не то, что думает, например, они говорят одно, а думают противоположное, так же как и мы часто в жизни бывает с кем-то разговариваем, но мы имеем в виду совсем другое, то есть он ввел такие психологические, очень важные вещи в драматургии. Поэтому, ну а драматург, и вот к чему я вела, пьесы могут, так как мы читаем в школьной программе, допустим, того же Чехова и Горького и Островского, и там Лопе де Вегу, ну в общем разных драматургов, и Шекспира в том числе, это еще и текст. Я думаю, драматургии два жизненных пути, и такая, и такая. И вот такой острый вопрос. Кому бы ты никогда не подарила свою книгу стихов? У тебя есть книга, кстати? У меня есть сборники и общий сборник, где нас там два или три поэта, но вот именно книги стихов у меня до сих пор нет. Сольные у тебя нет книги стихов? Нет. Ну вот кому бы ты никогда ее не подарила? Именно книгу стихов, да? Ну или не обязательно стихов, просто вот твоя книга, твое детище творческое, и вот человек у тебя хочет аж купить и говорит, да я тебе 10 тысяч дам, а ты бы никогда ему не продала, и не подарила, и не отдала, и была бы против, если бы узнала, что эта книга у него есть. Ты бы отредила отряд, чтобы эту книгу выкрали у него из дома, и там, не знаю, сожгли, но только бы он ее не трогал. Есть такой человек? Я могу сказать точно, что я бы, наверное, не стала дарить книгу человеку, ну свою там какую-либо, да, или может быть там пьесу ту же, человеку, который не хочет ее получить, вот, потому что я часто сталкивалась с такой ситуацией, ну не знаю, как у поэтов, наверное, может у прозаиков такой есть тоже, но у поэтов, наверное, в большей степени, то есть многие поэты, когда печатают и сдают свой сборник, они его всем вот так вот, возьми мой сборник, вот так вот. Мне кажется, когда человек сам интересуется твоим творчеством, он сам захочет, он сам попросит тебя об этом, или, ну, как бы, желание какое-то. Я бы, наверное, не стала дарить свою книгу в качестве подарка, может быть, на день, ну вот такого вот, что вот кому-то как подарок, кто меня об этом подарке не просил. Может быть, человеку нравится, не знаю, читать Евгения Рейна, а я ему себя подарю. То есть вот в таком контексте я бы, наверное, не хотела дарить книгу тому, кто не хочет ее читать. Спасибо за ответ. Довольно этично и разумно, и даже пробовать предлагать, заинтересовать его своей книгой ты не будешь. Ну вот человек может любить твое творчество, но стесняться, признаться. Да, ты права, такое тоже бывает, да. Ну, наверное, предлагать можно, предложить, если уж человек не хочет, ну или как-то он среагирует. Я вот знаю, что есть какой-то спектакль от театра, который вот этого тебе ставят. Можешь рассказать подробнее, что это такое? Да, у нас сейчас есть проект, называется Театр автора. Его как раз один из создателей, это Елена Исаева, драматург, поэт. И в этом Театре автора у нас есть спектакль, собственно, на который можно прийти, называется Утренний кофе. У них был кофе вечером, был первый спектакль, где играли там взрослые поэтессы, то есть они именно женскую поэзию берут. И сейчас мы, это Утренний кофе, то есть там пять девушек поэтов или поэтессы, ну как им удобно. И мы там исполняем свои стихи, собственно, там звучит музыка, рок-музыка и в каком-то таком формате монолога или даже диалога о нашем детстве, о нашем взрослении и о нашей жизни. То есть там всё разделено на несколько этапов, и это такой настоящий поэтический спектакль. Я, кстати, очень люблю поэтические спектакли и вообще поэзию внедрять в театр. Мне кажется, это очень правильная история, что поэзия, она действительно должна идти об руку с театром. И ближайший спектакль у нас будет 7 марта в Доме архитекторов. Там звучит много твоих стихотворений. Да. Отлично, я бы сходила, это очень интересно. И финальный вопрос, он же вопрос квест. Представь, что ты на телепроекте, где нужно прочесть стихотворение для какой-то медийной личности, стихотворение из твоих уже имеющихся. Перед тобой сейчас появится эта медийная личность. Ты не знаешь заранее, кто он, это будет немножко шоковая терапия. Ширма отёргивается, звучит фунфара, а там Балабанов. Судя по твоим соцсетям, к этому артисту у тебя весьма тёплое и знаковое отношение. Вот можешь рассказать, почему именно Балабанов? И, конечно же, сейчас мы после ответа на вопрос услышим текст, который бы исполнен в этом случае. Ну, Балабанов на меня влияли не только музыканты, писатели, но ещё и режиссёры. И Балабанов на меня тоже оказал какое-то такое довольно-таки сильное влияние. Мне кажется, в его фильмах есть определённая жизнь. Вот биение жизни, это именно та причина, за что, наверное, почему его так любят и почему его фильмы сейчас имеют такую огромную популярность, наверное, которой даже у него ещё при жизни не было. Сейчас даже культовость определённую его фильмы начали иметь. В них есть очень сильное биение такой настоящей жизни. То есть это жизнь такая, какая она есть. Со всеми её, вообще со всем. Вот всё, что в ней есть, он показывает. И это очень смело, потому что наша проблема многих творческих людей, когда на нас направлена камера, или когда мы находимся в окружении каких-то других людей, мы сразу перестраиваемся и сразу становимся как будто искусственными. То есть проблема искусства, основная, плохого искусства заключается в его искусственности. Какое интересное. Это прям цитату может быть. Ну да. В том, что искусство, в нём как будто нет биения жизни. Поэтому именно то искусство, которое рождено из комка грязи, которое валялось там на асфальте, и мы подняли вот этот комок грязи, это и становится обычно чем-то особенным, потому что передаёт жизнь такой, какая она есть. Вот. То есть искренность, это одна из самых важных вещей. И не только искренность, но и правдивость. Вот. Фильмы Балабанова, наверное, правдивы, и вот поэтому он на меня повлиял как на писателя. То есть получается, хотя разные деятели искусства влияют друг на друга вне зависимости от жанров искусства. А теперь мы всё-таки услышим стихотворение Алены Синица, которое бы она исполнила, окажись перед ней на выдуманном телепроекте Балабанов. Филфак, Москва, большая лужа, от сырочка, выжидание мужа, зачитанный до дыр стендаль, конец каникул, стопта на сандаль, словарик дали, в мае две педали, библиотека ли в подвале вали, трещат о новом смысле знака на кости, разбирая пастернака. Плохой, хороший, никакой, обычный. Очки, пучки, советские привычки, зрачки расширены, внимание, кавычки, мозги пустые, имеются косички, сосиски в тесте, галстуки и тексты, двойные символы, тесны, неинтересны, лесков, двухтомник, жир в пижаме, с вязанием на вокзале к маме, с томами по филопрограмме, мечтать о двушке в центре с мужем, очки на грядке, обнаружить толстой, две булочки на ужин, Москва, филфак, беги из лужи. Что же, дорогие друзья, с нами была неподражаемая Алена Синица. Мы говорим вам до новых встреч, мы не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова